Девочки, сестры, добрый день. Я уже долго думаю, 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 как я могу с вами поговорить о том, что мы читали Библию регулярно. У нас скоро Новый год, мы формируем свои желания целые, то, что мы хотим сделать, наши привычки. И я хочу с вами, я просто хочу сегодня дать какое-то новое направление о том, как вы можете об этом думать, как вы можете более легко построить эту привычку. Я хочу читать одну цитату, это я переводила, поэтому, прости, если не такое, но я стараюсь делать, чтобы она была понятна. Это цитата об образовании, но она очень сюда подходит к нам. Это имеется в виду, мы заинтересуемся или мы хотим что-то другое, это что-то новое мы можем любить. Окей, поэтому здесь написано, что информация и знания, они на самом деле не играют свой ролл, но они нас не меняют. Это то, что мы любим, это нас меняет. Образование — это процесс формирования любви. Когда вы ходите в школу, оно должно предлагать вам новые вещи любить. Это Дэвид Брукс, «Дорога к характеру». И я хочу об этом сказать, потому что дети, они не могут выбрать, что они хотят любить. Мы как бы вкладываем это в них. Но мы, как взрослые, мы уже можем контролировать то, что мы любим и то, что мы хотим. Поэтому это ключ. И надо потом, когда мы подходим к этому привычку, что читать Библию, я хочу начинать с этим вопросом. Если вы не читаете Библию регулярно, или вы просто заставляют себя это сделать, то надо спросить у себя, почему я не люблю это? Почему я люблю что-то другое больше, чем это? И это очень важно копать в этом вопросе. Это очень важно. Почему я не люблю читать Библию? Почему я не люблю Библию? Почему я не люблю Бога до такого степени, что я хочу исполнять, знать и исполнять Его Слово? Это очень важно, спросить у себя такой вопрос. Потому что оно очень много в нас открывает. И если мы готовы с Ним разобраться, с этими вещами, то тогда это намного легче. Начинать привычку читать Библию каждый день. Это первый вопрос. Почему я не люблю это сейчас? Почему я благодарна Богу, что Он спас меня, но я не хочу понять Его, чтобы следить Его характер или Его дела каждый день? Что останавливает меня в этом? Любить это. Что останавливает? Окей. И потом второй. Есть много мелочных вещей, которые мы можем сделать, чтобы это было приятно для нас. Например, нам надо один раз выбрать план, чтобы каждый день мы не выбирали. Вот этот процесс, что мне надо выбрать, где я буду читать Библию, оно убивает нас. Надо просто строить план и идти по этому плану. Если не получается из-за того, что вы что-то скучно очень читаете, но вы можете что-то менять, конечно, это лучше читать, но лучше иметь план, чтобы не каждый день взять Библию, что мне надо сегодня читать, я не знаю. Лучше сделать план. Окей. И лучше сделать, чтобы это было легко доступно. И потом время. Сейчас я хочу немножко о времени говорить. Когда у меня были грудные дети, и дети, которые спали с нами, я читала Библию днём. Я просто не старалась утром это сделать, я днём сделала. Но я сделала с днём, и я планировала время, когда я могу читать Библию. Я очень люблю кофе. Я делаю себе кофе, я очень люблю эту чашку. Это моя привычка, читать Библию и чашка кофе. Это тоже привязывает мои желания и эмоции к этому делу. Я выбрала недавно... Было время, когда я читала на телефоне, потому что иногда я кормилась грудью, и это было легко. Всегда была рядом телефон, я читала на телефоне. И был план на телефоне. Были годы, когда я это делала. Сейчас я вернулась к твоему старую Библию. Я пару лет назад купила новую. Новую, которая мне очень понравилась, потому что были очень большие места, где я могу здесь писать что-то. Но я не знаю почему, но оно просто не пошло. Я не привязывалась к этой Библии. Но вот эту Библию, я очень привязана к ней, потому что она у меня больше 20 лет. И было очень много... Я не знаю, просто эмоции привязаны к ней, и я могу сейчас её читать. Иногда я на телефоне, если я не дома. Но если я дома, я люблю эту Библию читать. И поэтому... Это просто маленькие вещи, чтобы эта привычка мог бы быть легко. Надо её сделать легко. Даже я читала совет, что надо сделать, чтобы это труднее не делать эту привычку. Надо как-то построить свою жизнь, чтобы это труднее не читать Библию. Например. И надо думать. Если мы любим читать Библию, если мы любим это, если мы разобрались с этим вопросом, почему я это не люблю, тогда мы ищем... Открывается огромное поле вещей, которые я могу сделать, чтобы это сделать. Просто компас построен. На то каждый день я просыпаюсь. Когда я могу читать сегодня Библию? Когда я могу общаться с Богом? Когда я могу это сделать? Тоже одна вещь, которую я делаю. Я очень люблю писать. Это моя природа. Это просто то, что я делаю. У меня просто сотни эти дневники. Я просто очень люблю читать. Оно помогает мне фокусировать, вспомнить. Это просто хорошая привычка. Есть люди, которые хотят художеством заниматься, когда они читают. Может, не каждый день, но это так, как они привязывают свои эмоции к этому делу. Есть просто разные вещи, что мы можем сделать, чтобы своими эмоциями привязывать к Богу, чтобы мы любили, чтобы мы ценили, чтобы оно стало для нас на правильном месте в нашей жизни, что мы хотим это сделать. Надо вести с собой переговоры. Например, киевская культура — это очень поздно ложиться спать. И надо договариваться с собой. Окей, я не хочу бороться с этим поздним снем. Я буду просто поздно ложиться спать, поздно просыпаться. Уже не будет порядок своего утра, но я буду днем тогда читать. Или я буду вечером тогда читать. Надо или вы согласуетесь, чтобы рано ложиться спать и рано просыпаться, и потом по-другому идет свой день. Надо вести переговоры с собой, что я готова менять или сделать так или иначе, чтобы было время для этого, чтобы это было мне важно и приятно. И всегда мы вспомним, что это личность. Это личность. Это не просто я читала Библию. Я читала Библию. Это личность, с кем мы общаемся. Он хочет, чтобы мы знали Его. И чтобы мы любили Его. Мы любим Его. Мы с удовольствием и с ловкостью мы исполняем то, что Он хочет. Окей. Хорошо. Если вы хотите больше о чем-то именно поговорить, мы можем. Но скоро Новый год, и время бежит. Вы, я не знаю, вы просто представляете, уже 2021 год. Но вы когда-то думали, что вы будете так долго жить? Но видишь, как эти годы, особенно с детьми, они так быстро меняются, что годы просто пролетают, пролетают. Это очень важно, особенно когда есть маленькие дети. Не терять свой связь с Богом. Он любит вас. И он разный... Я просто писала стихи на бумаге, положила ее где-то, чтобы я могла бы думать о нем. Просто надо пропитывать своим мозгом всего слова, чтобы его следить и любить. Окей. Я вас тоже люблю. До свидания.